Дорогие друзья, я хочу вам представить сегодня новую ручку, мое новое совершенно изобретение. Эта ручка отличается от всех тех, которых я показывал в предыдущих фильмах, тем, что прежде всего она эксцентрична. Вот, посмотрите. То есть, центр проходит не в середине большой трубы, только вот так сбоку. Какое преимущество этой ручки? Что прежде всего на этой ручке мы делаем? Итак, во время борьбы мы устанавливаем руку в такую позицию. Палец прячем или сюда, или наверх. Вот этот угол между пальцами и ладонью, как правило, редко когда нами тренируется. Мы даже о нем забываем, потому что, как правило, мы делаем отдельно пальцы, предплечья, на гантелях, на разного роду ручках. Но забываем об этом угле. А это очень важно. Почему? Потому что, как правило, во время атаки мы весь, все напряжение начинаем от именно вот этой точки. Именно вот в этой точке. Итак, цепляем новую ручку к блоку. И теперь, смотрите, мы можем палец оставить так, или его спрятать, как в захвате. Этот штырь нам позволяет, чтобы наш большой палец не съехал ни влево, ни вправо. Итак, установили захват и выполняем упражнение. Как правило, этой ручкой вот такого упражнения делать нельзя, потому что она у нас, видите, переворачивается. Даже более того, она становится опасной в таком положении. Мы только работаем пальцами. При этом напрягаем только кончики пальцев. Вы скажете, а чем же отличается эта ручка от предыдущих, скажем, ручки на лентах? Ручка на лентах нам дает возможность работать не только на пальце. Наша нагрузка перемещается на среднюю часть пальца. И вот в середней части пальца работает целая кисть. Целая кисть. То есть, у нас постоянно в напряжении вот эта точка, средняя часть пальцев, сила сжатия и предплечье. На этой же ручке, на этой же ручке, если вы когда-то либо возьмете, попробуете, вы не напрягаете абсолютно вот этот пункт. Вы только напрягаете сгибатели пальцев, а, скажем так, вот эта плоскость, это у нас рычаг. Точка нажатия на этот рычаг, именно пальцы. Так вот, сейчас я попробую нарисовать схему. Вот. Так вот, сейчас я попробую нарисовать. Итак, если мы возьмем нашу кисть. Это у нас кончики пальцев, это у нас изгиб фаланга, это у нас изгиб кисти. Наша ручка выглядит таким образом, что мы нашу руку вставляем сюда, а центр нажатия у нас происходит вот здесь. То есть, весь, вся точка опоры происходит на вот этот, на пальце. Движение на этой ручке происходит таким вот образом. При этом постоянно нагрузка, постоянно нагрузка у нас идет только на вот эту точку. Если мы нарисуем обыкновенную ручку, то есть снова наша кисть, наши пальцы и берем ту же самую ручку. То есть, вот эти пальцы наши сразу же уходят вот сюда. А центр целой нагрузки перемещается в эту линию. На старте. И после того, как мы завернем нашу кисть, то есть вот таким образом, то центр нагрузки вообще уходит не в эту точку, а уходит вот буквально в изгиб. Что, естественно, мы теряем в напряжении на пальцах. То есть, в этом варианте, в варианте А, у нас постоянно напряжение идет на пальцы, а в этом варианте, в варианте Б, мы нагрузку уже на пальцы теряем. То есть, мы всю силу переносим потом на предплечье, на связку, на грудь, но ни в коем случае не на пальцы. Эта ручка имеет хорошее свойство. Прежде всего, для спортсменов, которые борются в крюк, спортсмены, которые опаздывают на старте и нужно придержать другого рукоборца, очень важны пальцы. Сами знаете, что пальцы – это одно из самых главных звеньев, которые позволяют нашим участникам выигрывать и тому подобное. Поэтому обратите внимание, что мы постоянно идем усовершенствуем какие-то разного рода ручки, приспособления, только исключительно для того, чтобы вы в будущем могли планировать свои тренировки таким образом, чтобы ваш технический уровень и силовой уровень был только на высоте.